Илья Ильф 15 апреля 1927 года. Город Н. Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну Петухову, священник-отец Фёдор Востриков вышел на улицу в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошёл рассеянно, глядя по сторонам и смущённо улыбаясь. Дай-ка мне, мать, ножницы поскорее. А ужин-то как же? Да ладно, потом. Ну, на ножницы. Так. Да ты что? А ты? Да ты что делаешь? Не умею, совершенно не умею подстригать бороду. Ты что выдумал-то? Какая-то скошенная на один бок получается неприличная. Да что ж ты выдумал-то? Да ты что же над собой делаешь-то? Даже какая-то подозрительная. Ой, господи, ты что делаешь-то? Ну, что задумал-то? Ну, помоги. Ничего я не делаю, подстригаюсь, подстригаю, говорю. Ой, господи, да ты что опять придумал-то? Да куда ж ты усов-то половину отстриг? Всё, всё, всё. Да ты что? Мне вечером выехать необходимо по делу. Ты, Екатерина, сбегай к брату Булочнику, возьми на неделю пальто с барашком-мортником и коричневый узин и картос. Понял? Никуда не пойду. Что? Иди. Никуда не пойду. Ну, иди. Ну, чего ты придумал? Ну, иди. Через неделю буду назад. Иди. Иди, говорю. Ну, приду. Ах, ты какая девочка. Ой, прямо я не знаю, здесь что-то что-то. Во все концы страны бегут длинные тяжёлые поезда. Всюду открыта дорога. Везде горит зелёный огонь. Путь свободен. Поезд тронулся, увозя с собой отца Фёдора в неизвестную даль. По делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды. КОНЕЦ В уездном городе Энн было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Энн люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Энн была тишайшей. Весенние вечера были упоительны. Грязь под луной сверкала, как антрацит. И вся молодёжь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы. Редактор субтитров А.Семкин